всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня хочу сделать мини расклад который делал со своими учениками когда мы завершаем обучение великих арканов это является нашей первой практикой арка расклад я буду делать на великих арканах у нас будет с вами три позиции голубенькие красненькие зелененькие камешек 1 2 3 выбирайте и мы приступим а я сказал как называется расклад да по-моему да на каком этапе вашего пути вы сейчас находитесь так надеюсь вы определились мы отодвигаем и позиция номер один голубенький камешек сначала я посмотрю сколько арканов мы вытащим для того чтобы описать вам ваш этап вашего пути много 8 8 великих арканов мы будем рассматривать ну давайте значит 1 1 интересная уже третья карта 4 5 6 7 и 8 знаете мне хочет сказать арканы выпали изначально но начальные так первые в основном да поэтому здесь какой-то новый этап вашей жизни вот либо сейчас как-то вы начинаете что-то отрабатывать ну давайте по порядку начнем с того что 1 аркан императрицы на каком этапе вы находитесь сейчас да я бы сказала на этапе того когда вы познаете больше материальный мир да когда во первых вы хотите прийти некой такой внутренней гармонии до понимания и принятия непосредственно непосредственно всего мира именно материального здесь такое ощущение что вы как будто бы учитесь желать учитесь получать нечто такое материальное учитесь вот эту внутреннюю вашу красоту показывать людям кто-то здесь именно обучается некой такой коммуникации когда вы достаточно дипломатично подходите да то есть не так было раньше где-то может быть кого-то продавливали может быть где-то что-то умалчивали а здесь вот напрямую сфере коммуникации вы учитесь озвучивать свои желания учитесь дипломатично достигать того чего вы хотите мягко комфортно при этом избегая каких-то конфликтов давайте я уточню да вот я говорил о коммуникации здесь а кто-то может быть учиться и быть в прямом смысле императрицей такой самодостаточные личностью уверенные понимающие свою жизнь почему потому что выпадает восьмерка мечей и тройка мечей говорящие о том что в какой-то период вашей жизни вам нужно проработать вот эту внутреннюю скорбь которая вас останавливает на вашем пути да не дает то есть вот какие-то травмы какие-то боли они не дают вам двигаться дальше да сказал двигаться дальше падает шестерка мечей не дают вам здесь надо изменить вам ваши взгляды на жизнь ваше убеждение то есть если вы не оставите что-то позади именно какие-то суждения ваше восприятие мира вы не сможете двинуться дальше что именно нужно оставить пятерку педагли до нужно оставить какие-то ваши взгляды и по поводу того что может быть существует дефицит в мире до всем может быть не не хватит может быть вот это вот излишнее состояние когда вы вкладывали в других людей да и не получали какую-то обратную связь то есть когда вы больше отдавали был нарушен баланс знаете вас было такое ощущение что вот вы всех как будто бы под одно мерило да всем всем отдаете у вас не было вот этого вот понимания именно некой такой классификации да вот этого можно а их премьет этого можно больше а этому нет вот вы как будто бы отдавали вкладывались в людей и всегда больше и даже те кто может быть того и не стоил может быть того не заслужил но здесь вот именно мы говорим о пути развития это был ваш этап познания бедности все что касается духовной бедности до когда не было вот это вот чувство изобилия как раз кипа императрицы у нас это проходит а что я знаете что вот во первых границы выстраивание границ даже чего я достой чего я заслужил что ли в этой жизни что насколько я изобилен насколько все что мне нужно уже есть во мне да и в концепции именно состоянии ощутить это есть такое ощущение что долгое время был некий такой холод душевный да что вот мне как будто бы чего-то недостает а сейчас у вас понимание того что вот вы как-то шаблонно просто действовали да возможно сейчас что-то в вашем мире перевернулось и вы захотели посмотреть на этот мир немножко иначе более спокойно что ли здесь уже нет какой-то жесткости нет какой-то спешки есть наоборот желание просто жить да вот как-то какая-то вот мне идет энергия такой знаете человеческой простой элементарной жизни без каких-то огромных запросов требований к себе к миру желание получить что-то большое здесь как будто бы вы ощутили наслаждение наслаждение от самого процесса хорошо следующий аркан это аркан дьявола который сразу он стоит между двух женщин с одной стороны императрица с другой стороны верховная жрица то есть здесь возможно если мы говорим в контексте отношений то здесь возможно стоит стоял либо перед вами вопрос либо вы его прорабатывали каком статусе я хочу находиться для себя здесь не про то что я не хочу больше быть любовницей да я хочу только выйти замуж либо еще что-то нет а здесь вот именно понимание ценности каждой из ролей почему я выбирала ту или иную роль да почему она мне была ну необходимо на тот период который я хотела другой стороны здесь кто-то именно пошел в познание до глубины не только светлые части но еще и темный да то есть какие-то темные аспекты возможно вы тоже узнавали то есть и знание здесь может быть кто-то углубился в магию но не не то чтобы в темной магии но в понимании того что не все не все что блестит магида мне не все есть светлое есть еще и какие-то теневые аспекты также здесь этап у вас зарождение каких-то новых отношений связи да здесь возможно ваше окружение будет меняться будет появляться появляться в вашей жизни новые люди да вы у кого-то возможно даже более младшего поколения до будете перенимать какой-то опыт очень не только давать да но еще и перенимать какие-то новые знания что нового вашу жизнь должно войти любовь должна войти вашу жизнь на на ту бездуховность которая была так как будто бы вас здесь обучает держать свои границы некой такой независимости да но при этом делиться с людьми любовью это здесь не про баланс а здесь про то что вы не настолько наполнены вот этими вот эмоциями да здесь одной стороны вам показывают некий такой кризисы страхи ваши в контексте одиночества да но с другой стороны вы как будто бы это все прорабатываете здесь какие-то глубинные страхи вы тоже прорабатывали в данном случае все что связано с любовью как к людям так и возможно какому-то одному конкретному человеку что кто-то из вас знаете просто если мы говорим о развитии понимание того что на самом деле я то не одинок да безусловно мне хочется иметь какого-то партнера своей жизни но именно в каком статусе для чего вот здесь вот какие-то глубокие размышления у меня идут по поводу того что не обязателен брак штамп до паспорте если я найду человека по душе достойного до с другой стороны здесь встают вопросы именно с одной стороны страх одиночества с другой стороны страх непонимания то есть вы проходите этапы коммуникации но в первую очередь коммуникация самой собой на то есть понимание сам себя саму либо самого себя и исходя из этого будете выстраивать новые связи новые контакты с другими людьми вы понимаете свои темные аспекты и изменяя их осознавая их да вы будете уже по-новому общаться с другими людьми поэтому вопрос одиночества и вопрос непонимания по тузу кубков и в кубе с пятеркой педакли он у вас будет очень ярко проигрываться и как следствие это будет отражаться на вашем материальном мире да в педакли потому что выпадает императрица то с чего в принципе и начинается дальше что у вас здесь это император это опять-таки в контексте коммуникации это умение выстраивать коммуникацию умение отстраивать свою точку зрения умение вести людей это стабильность причем здесь пара выпала император и императрица да то есть вот именно парные вопросы в разных сферах может быть даже и профессиональная это может быть даже и сферы если вы передаете какие-то знания почему потому что у меня выпадает здесь отшельник верховная жрица и маг то есть это арканы как раз таки передающие знания ну и повешенный у нас тоже говорит как некий канал до между духовным и материальным между миром небесным и земным когда мы ставим по повешенному материальный мир выше духовного когда происходит некая такая остановка да мы углубляемся в себя рядом с отшельником для того чтобы пересмотреть свою точку зрения причем если верхний ряд у нас больше женские качества проявлены до императрица верховная жрица ну шут тоже он такой нейтральный но ближе как ребенок до такой чувствительный эмоционально мы можем его отнести к женским то нижний ряд у меня выпадает исключительно мужские качества и свойства это император маг повешенный и отшельник то есть этап который вы проходите он полностью направлен на становление себя на более высоких частотах да на более высоких уровнях понимание себя своего места в этом мире что вы можете транслировать какие знания вы транслируете но изначально есть такое ощущение что первый ряд вы как будто бы работаете над собой дальше после осознаний вы начинаете это транслировать во внешний мир да именно что себя целостную по девятке педакли себя как человека который уже собрал какой-то опыт человек который уже многое понимает во многом разбирается и может этим делиться с миром я прошу прощения что я шмыгаю носом но у нас очень сильно температура падает то жарко то холодно и мой нос очень чувствительное это дело я извиняюсь этапы которые вы проходите они как раз таки связаны здесь две тройки выпали с дальнейшим вашим планированием жизни выпадает еще и восьмерка педакли говорящая мастерстве как оттачивание своих собственных навыков до свойств качеств как человека как личности характер вы как будто бы работаете над собой и бонусом у вас идет ваше проявление в мир как профессиональная сфера как реализация себя то есть начало все начинается изначально из себя и дьявол здесь нам как раз таки показывает знаете вот этот вот момент адаптации по дьявол у нас проходит адаптация то есть умение в любой ситуации найти свое место приспособиться но вот здесь это что-то новое потому что выпадает и шут и вот именно через какие-то перемены которые вам некомфортны у вас есть император то есть вы хотите как будто бы некой стабильности но все равно понимаете что для вашего развития стабильность вам не нужна но то есть нужно как будто бы пошатнуть какие-то границы какие-то рамки до для того чтобы пойти выше уровнем и вы это делаете и здесь вот одновременно сталкиваетесь какими-то страхами но здесь вот знаете мне ощущение такое что вы преодолевая какие-то сложности трудности причем здесь путь такой вертикальный здесь не по диагонали а здесь именно вверх ваше развитие сейчас идет такое не то чтобы стремительное но она идет вверх вы меняете частоты свои на выше то есть здесь здесь даже не про материю либо про партнерство любовь как таковой да вот именно в материальном мире а здесь именно про развития про понимание про понимание себя как я устроен до свои мотивы пробегая такая мысль да почему я раньше этого не знал да то есть было что-то как будто бы на поверхности но сейчас вы приходите к некой мудрости до этого у вас были просто знания а сейчас вы приходите какой-то мудрости вы как будто бы сами удивляетесь и это наполняет вас такими состояниями которые вас радуют удовлетворяют и вам уже перемены они здесь не про то чтобы страшат а вы как будто бы их жаждете да вы хотите они вам комфортные они вам приятно почему потому что вы понимаете здесь шаг за шагом вы идете и каждый раз что-то новое получаете вы удивляете здесь очень много новой энергии такого знаете вот удивление от самого себя от своих собственных способностей от того на что вы способны почему столько времени себя ограничивали в чем-то да здесь вы видите непосредственно свои страхи свои иллюзии то есть вот по дьяволу здесь как будто бы вы прорабатываете много зависимости своих вы как будто вы видите чем раньше искушались а сейчас просто удивляете себе да то есть как я мог вестись раньше на это почему это только потому что вы приобрели какие-то знания да уже какой-то опыт и поэтому ваше мировоззрение изменилось ваши взгляды меняются но больше реальности появляется в вашей жизни и мин и меньшие иллюзии то есть ваше восприятие иллюзия это восприятие мира и она поэтому субъективны у каждого на своя но реальность она одинаковая для всех то есть факты они остаются фактами это есть реальность а иллюзия это наше восприятие как мы воспринимаем мир через те или иные роли и здесь такое ощущение что вы как будто бы сдираете себя по дьяволу вот эти вот маски для чего для того чтобы прийти к некой к никому такому к некой разумности да вы как будто бы погружаясь в темные вот эти вот свои уголки своей души вы постепенно начинаете вот своих демонов вы как будто бы их они то чтобы вы их изучаете здесь идет украшение украшение через понимание я не знаю как вам это объяснить ну то есть вы допустим много раз игрались с огнем а потом в какой-то момент вы поняли а зачем мне это делаю то есть если я это делаю ради адреналина то окей да это от один момент а если я это делаю только для того чтобы кому-то там что-то доказать либо что-то попробовать то ну смысл да вот здесь вот как будто бы вы пересматриваете свои взгляды вы делаете анализ прошлого где-то срываете себя очень жестко вот эти вот все маски иллюзии у вас во первых желаний изменились не то чтобы вы перестали желать а качество того что вы желаете да пускай у вас стало допустим меньше желаний 1 2 но они настоящие вы понимаете что они действительно важны вашей жизни они действительно вам что-то дадут здесь вы перестаете хитрить обманывать себя по нему вы понимаете где и как вы водили себя в какие-то заблуждения да возможно вы не раскрывали свои способности не хотели идти в новое по семерке мечей сама бан заключается в том что вы четко знаете свои способности но вы идете к новым результатом старыми методами и они не дают эти старые методы они не дают вам новых желаемых результатов вам нужно четко понять что вы должны изменить полностью свое мышление вы должны знаете как там какие-то новаторскими способами прийти к тому что вы хотите не так как выходили раньше не тем путем а абсолютно ново и здесь вы чувствуете что у вас не получится что у вас даже и специально двери закрывают до чтобы вы не пошли туда потому что хватит уже ходить даже сейчас уже другой этап вы по-другому должны пойти вот такая у нас была с вами первая позиция жду ваших комментариев что мне напишите я снова положу все карты да потому что все арканы мне нужны великим так и мы с вами переходим позиции номер два и красненькому камешку камешки здесь откладывать будет понятно на каком этапе вашего пути вы сейчас находите давайте мы сначала посмотрим сколько арканов нам надо будет вытащить один ну прекрасно на том этапе на котором вы находитесь сейчас вам нужен только один наркан давайте посмотрим что это будет за аркан аркан силы аркан силы украшение непосредственно своих страхов и то что удаст вам придаст какой-то силу до уверенность силу воли храбрость мужество для того чтобы двигаться дальше вам как будто бы не хватает какой-то энергии до ресурсов здесь может быть не хватать здесь ощущение того что вы выдохлись да это вот как будто вы набираете силами перед очень важным прыжком вашей жизни да то есть вы что-то делаете для того чтобы двинуться дальше но вот вам не хватает не то чтобы последняя зачистка энергии не хватает давайте я раскрою о чем здесь речь здесь как будто бы ощущение накопительство какого-то идет да и на энергетическом уровне силы 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 как будто бы здесь ни в коем случае нельзя применять силу воли для того чтобы что-то сделать если вам что-то не нравится не делайте это вы как будто бы знаете вот как лев который сам по себе сильный вот но когда очень жаркий день нету смысла куда-то бежать да там танца охотиться за кем-то нужно переждать чтобы время было благоприятное и вот он когда в документальных фильме показывает сидит на каком-нибудь там на какой-то ветке да как кошка большая руки-ноги свист и вот лежит и наслаждаются солнышком и понимаете что вот это вот лень она неспроста она помогает вот расслабиться для того чтобы наполниться силами то есть такое ощущение что какой-то большой этап вашей жизни открывается перед вами и вам нужно много энергозатряда понимаете и вы как будто бы себе разрешается сейчас отдохнуть потому что потом отдыха не будет вот о чем здесь десятка кубков десятка пендагли и восьмерка звезда почему улыбаешь потому что десятки я говорю о переходном каком-то этапе и выпадает десятки десятка кубков у нас говорит о переходном этапе то есть пока есть у вас вот это вот наполнение эмоционально это когда вы поели плотно и вас разворило вот здесь вот такое вот состояние но после этого будет дальнейшее движение то есть после десятки будет первый кубок да то есть будет первое вот это вот вдохновение наполнение на эмоциональном плане десятка педагли у нас завершает колоду таро для того чтобы потом по шуту заново начать весь путь героя она говорит о том что здесь какая-то знать вот вы себе как будто бы выстраиваете некую такую стабильность потому что еще восьмерка жезлов нам говорит о росте о продвижении дальнейшем движении вы как будто бы по себя подготавливаете некую такую платформу для чего для того чтобы об шестерке жезлов стать победителем вот я сказала туз кубков и прийти именно книга такого состояния наполненности да когда вам уже нужно знаете здесь как будто бы вы хотите прийти к состоянию нет и такой удовлетворенности наслаждения от жизни когда ваша жизнь она наполнена каким-то смыслом да что вот это вот приносит вам какую-то радость счастье что ли может быть приносит вам какие-то идеи может быть наоборот кто-то старается если мы говорим про 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 магический какой-то аспект да раскрыть свои способности может быть ясновидение до эмпатии чувствования какого-то а может быть кто-то после каких-то травм именно в личной жизни до хочет прийти к тому что вот знаете ощущение того что я хочу быть победителем но чтобы я был победителем и дальше двигался я должен понять куда мне двигаться мне сейчас нужны ресурсы для того чтобы одержать какую-то победу и потом эти дальше на чем вы хотите одержать победу над своей собственной неуверенностью собственной неуверенностью которая вас есть вашей голове то есть у вас какая-то череда препятствий сложности постоянных идет и вы это выбивает вас из равновесия так вот вот эти вот сложности они как раз к вам даны для того чтобы остановились сейчас не время действовать сейчас время наполняться ресурсами только сказала и выпала девятка кубков на получать удовольствие для себя понять как будто бы то что я хочу в своей жизни то что меня будет радовать то что меня будет греть пятерка мечей на дне то есть не конфликтовать перестать конфликтовать самим собой перестать себя осуждать перестать требовать от себя того что я пока не готов дать не то что я не способен я пока просто не готов дать вы еще не готовы принять решение еще где-то есть какая-то боль утрата после ухода да поэтому поэтому здесь выпадает семейные карты здесь выпадает мне кажется больше личная жизнь здесь проигрывать ну в основном для кого-то то есть вы как будто бы хотите одержать победу над самим собой что мне не страшно да что я допустим расстался рассталась ушла ушел откуда это я смогу в жизни ну ты жизнь не закончился я я могу дальше двигаться я могу чего-то достичь поэтому сейчас вот такой этап собирание своих ресурсов вот такая у нас коротенькая была и вторая позиция на сегодня не делаю большие позиция номер 3 зелененький камешек давайте посмотрим на каком этапе вашего пути вы сейчас находитесь сколько карт мы вытащим 6 6 6 2 3 очень напоминает первую позицию и еще три карты 2 3 ok что выпала верховная жрица шут императрица влюбленные умеренности император на каком этапе развития вы сейчас находитесь во первых на этапе определения куда вы дальше будете развиваться и вы как будто бы хотите устаканиться что ли утвердиться в том пути здесь как будто вы знаете какой-то решающий момент вот буду бы последний шанс все вот я сейчас это вот решу знаете когда в профессии я это попробовал это попробую это и сейчас как будто бы вот последнего все вот этого тушку больше не буду никуда меняться не хочу уже надоело устал здесь как будто бы такое вот окончательное решение но чтобы его принять здесь вам нужно как-то прийти к некому исцелению что ли к некому балансу прийти к равновесию этап новых знаний приобретение некой такой мудрости знаете вот вы как будто бы направляете сейчас все свои силы все свои энергии до для того чтобы вот прийти к некой стабильности и вы это будете проходить через первое по верховной жрицы да как-то внутри себя найти эту этот баланс и по умеренности до внутреннее какое-то успокоение вы как будто бы себе начинаете разрешать в контексте шута что-то новое расширять свои границы то что вам уже раньше было известно вы чуть больше начинаете себя по себе позволяет чуть больше расслабляетесь чуть больше как-то знаете впускаете что-то новое какую-то искру в свою жизнь до больше радости больше отдыха больше не знаю может быть путешествие какого-то вот движения в чем здесь нет какого-то конкретного движения к чему-либо здесь вообще у вас приходит осознание что я хочу просто совершать какие-то процессы какие-то действия главное чтобы они приносили мне удовольствие вот здесь вот как будто бы вы свою жизнь пересматриваете да и хотите получать ну вот просто удовольствие от жизни неважно это в какой сфере будет главное чтобы конечном итоге вас это радовало главное чтобы ваше желание реализовывали чтобы вам было кайфово что вам было классно вы приняли решение трудиться знаете вот чтобы ваш труд каждый день здесь вот чувство того что как будто бы вы обрели новый смысл жизни что вот то что я буду делать я буду делать главное чтобы каждый день не приносило это удовольствие если мне будет приносить каждый каждый день удовольствие в мое дело либо мой труд то тогда соответственно моя жизнь она и будет наполнена каждодневным удовольствием и в итоге получается что я вот удовлетворен удовлетворена всей своей всей своей жизнью буду какой сферы это касается ну здесь сферы кубков да здесь как будто бы идет завершение завершение этаповое желание двигаться дальше да здесь если знаете здесь если вы долгое время как-то сами собой боролись вы кому-то вы сами собой конфликтовали да не могли найти какой-то общий язык то сами собой соревновали сейчас вы вы кому-то перестали да то есть если раньше себе доказывали либо бросали постоянно какие-то вызовы то есть брали себя на свободу сейчас вы не хотите вы хотите просто двигаться по жизни куда вы движетесь к чему вы движетесь ну вот я говорю в четверке жезла да здесь был император здесь четверка жезлов и двигаетесь какой-то стабильности но не в контексте минуса а в контексте чтобы знаете создать какую-то почву опору на что вы можете опереться и как основание и исходя но отталкиваясь от этого дальше куда-то двигаться знаете вот как будто бы какой-то дом да то есть я построю дом не для того чтобы в нем жить а для того чтобы туда постоянно возвращаться периодически чтобы я знал что у меня есть какой-то тыл да то есть я иду в жизнь я узнаю там как-то завоевываю все я потом я знаю что у меня есть какой-то тыл у меня есть эта пещера куда я буду возвращаться до после войны и мне будет здорово мне будет классно в ней о чем здесь говорит императрица о выборе а выборе профессиональной сфере да а тех ошибках которые вы делали очень много фантазировали очень много мечтали вот но здесь вы как будто бы сделали анализ да вы поняли для себя многие вещи и вы поняли что в жизни гармония самим собой она важнее чем что-либо другое то есть исходя вот здесь вы обрели вот я же говорю вот этот смысл в своей жизни чтобы гармония для вас она ваша самим собой она важна и это вот так основа от которой вы будете отталкиваться при любом выборе чтобы вы не делали диетом не знаю профессию выбираете партнера выбираете что угодно вам от этого хорошо дам от этого кайфово здесь может быть тут и на самом деле личную жизнь устраивает для кого она актуальна то есть вы долгое время здесь закрывались от своего прошлого а теперь вы как будто бы это все оставляете позади и идете в новое да вы понимаете что как-то сложно вам будет но вот обойти а новое вот это вот свойства до удовлетворение наслаждение вы уже будет проходить возможно даже тот же самый путь но уже как-то по-новому уже как-то по-новому а умеренность о чем нам говорит а то что нужно уходить от вашего бездействия о том что из-за того что вы где-то зависаете дед вас появляется это апатическое настроение вы ограничиваете себя в каких-то возможностях да здесь вам нужно просто идти дальше по жизни тогда вы сможете увидеть эти возможности какой у вас выбор здесь стоит но здесь выбор опять таки две девятки девятка пентаклей девятка кубков между ними двойка пентаклей как сделать баланс знаете между может быть профессиональной сферой до и личной сферы либо как найти баланс между духовным и материальным здесь вот выбор у вас как-то между чем-то и чем-то что-то земным и что-то духовным либо земным и чувственным если мы говорим о чувственном аспекте то здесь что-то сложное здесь много боли здесь много разочарования обмана было ожидание что что-то получится мне здесь кажется что здесь показывает больше личную жизнь а если мы говорим о педакливой стороне до а самодостаточности то здесь как будто бы нужно сконцентрироваться именно на создание семьи либо на создание какого-то фундамента зарабатывания денег но в свое удовольствие понимаете здесь вы как будто бы раскрываете что-то создаете в профессиональной сфере через раскрытие какого-то своего потенциала через любовь через открытие своего сердца когда вы слушаете больше свою интуицию когда вдохновляетесь наполняете здесь какие-то может быть даже и способности свои использовать это приведет вас к деньгам это приведет вас к финансам здесь у вас понимаете финансовая сфера и личная сфера она у вас сплетена друг с другом нельзя отделить отдельно а вы как будто бы хотите выбрать что-то одно но при этом вам здесь показываю что вам нужно сказать что это вот это не отдельные вещи а это взаимосвязанные вещи и нельзя отделить одно от другого ну и в конечном итоге вот император о чем он нам здесь говорит о ваших разочарованиях а то что возможно вы много совершали каких-то действий вкладывались и ничего не получилось и вы устали долгое время отдыхаете ничего не происходит ничего не случается страшно страшно очень много мыслей вашей голове как будто вы сами себя ограничиваете и устали уже это делать но общее развитие здесь принципе новый смысл смысл я так обозначил до одним словом смысл в жизни чтобы для вас будет как будто бы новое какое-то открытие это вот смысл вашей жизни в чем он заключается что это за новое открытие давайте посмотрим чем он заключается в том что вы перестаете бороться понимаете со своим прошлым что у вас там в этом прошло было что вы боролись какие-то шансы которые я не знаю может быть упущены может быть что-то было завершено в этом прошлом хорошо почему вы боролись ну потому что все никак не могли принять решение как-то больного болезненно было принимать это решение потому что это был как будто бы ваш урок ваш этап касательно развития да потому что здесь пятерка питатель говорит все таки о некой такой бездуховности внутренних каких-то сценариев иллюзий которым вы соответствовали всю свою жизнь да тут здесь как будто бы все пришло отказаться от всего этого это должно было рухнуть хорошо так чем же смысл для вас смысл жизни ну вот удовольствие 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 и причем собственное удовольствие и хитрость сейчас минутку здесь как будто бы старый сценарий ваши показывают что вот ваши какое-то закрытие до от мира других людей оно приносит вам вам самим какое-то неудовлетворение трудности сложности да что вот у вас здесь сценарий какого-то человека который постоянно находится в ожидании особенно если это личные отношения до вас всегда ставит в позицию ожидания позицию выбора это сценарий ваши такие да что вот я беспомощный я не могу да что вот здесь вот какие-то треугольники все время проходят с разными людьми здесь вот такое ощущение что смысл жизни это проработать вот эти сценарии и отбросить их а что будет вместо них вместо них будет развитие рост ваш дальнейший рост на вашему здесь как будто надо переключиться от этих всех сценариев и погрузиться в работу перестать себя осуждать критиковать не полюбить себя то есть смысл вот я говорю удовольствие сказала же да вот любовь к себе любовь к себе себя на первое место вот такая вот у нас была с вами третья позиция маленький расклад который мы делаем своими учениками после того как проходим все великие арканы благодарю вас за внимание пока пока